Одно из природных чудес света, Мёртвое море, меняется до неузнаваемости. Уровень воды в нём резко снижается, по берегам многочисленные провалы почвы. Только за минувший год учёные насчитали десятки новых случаев, и процессы продолжаются. Многие районы становятся непригодными для жизни и отдыха. Закрыты некоторые участки дорог. Репортаж Юлии Ольховской. Это место выглядит как будто после землетрясения, а это один из самых глубоких провалов. Глубина этой ямы почти 40 метров. Руководитель совета региона Тамар, это на западном берегу Мёртвого моря, показывает нам, во что превратилась благоустроенная когда-то территория. Земля в прямом смысле слова начала уходить из-под ног местных жителей и туристов. В районе популярного курорта Энгеди некоторые зоны отдыха сейчас закрыты. Этот пляж, например, обустроили всего год назад. Почва в этом месте начала оседать, и в итоге домики для массажа провалились в яму. Вместе с туристкой, которая в это время пришла на массаж, девушка получила ушибы, чудом обошлось без переломов. Земляные провалы в прибрежной полосе начали появляться ещё 15 лет назад. В последние годы разрушительный процесс ускорился. Я работаю на финиковой плантации с начала 50-х годов. За это время мы посадили 4000 пальм. Сейчас осталось только 1000. Все остальные провалились в ямы, либо погибли из-за плохой почвы. Мы теряем финики, а вместе с ними и доходы. На десятки километров вокруг закрытые пляжи, бензоколонки, магазины. Находиться здесь опасно. В земле повсюду трещины, которые в любое время могут превратиться в новую яму. По словам учёных, причина разрушения почвы – постоянное падение уровня воды в Мёртвом море. Каждый год море опускается примерно на метр. В почве на глубине 20-30 метров находится соляной слой. Пресные грунтовые воды, следуя за отступающим морем, размывают подземные соляные отложения и образуются пустоты. На сегодняшний день мы насчитали уже больше 5000 провалов. По побережью Мёртвого моря проходит одна из главных израильских трасс, соединяющая север страны с югом. Часть дороги пришлось закрыть. Под асфальтом тоже образовались пустоты, и дорожное полотно покрылось трещинами. Мост по соседству трещит по швам. Неподалёку отсюда мы планировали обустраивать зоны отдыха для туристов. Каждый год к нам приезжает не менее 350 тысяч человек. Но все стройки пришлось остановить. Мы сейчас живём в экстремальных условиях. Чтобы хоть как-то обезопасить людей, геологи составили карту зон риска. Она постоянно обновляется с помощью спутниковых данных. Мы получаем снимки каждый раз, когда спутник пролетает над Мёртвым морем, и фиксируем показатели. Специальная компьютерная программа производит вычисления, которые указывают, где проседает грунт и насколько. Как остановить обмеление моря, следовательно, и появление новых провалов? Над этим сейчас ломают голову и в правительстве, и в научных институтах. Израиль совместно с Иорданией намерен построить канал, который должен соединить Мёртвое море с Красным. Но многие эксперты уверены, это проблему не решит. Этим способом мы получим максимум 100 миллионов кубометров воды, а надо не меньше миллиарда. Так что это капля в море. Сейчас вдоль побережья Мёртвого моря появляется всё больше заборов, отгораживающих опасные воронки. По прогнозам учёных, к 2050 году уровень воды в самом низком и солёном водоёме в мире может упасть ещё на треть. Юлия Ольховская, Дмитрий Ремезов и Двора Фридман. Первый канал. Израиль.